Девушки отдыхают 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 который выращивался по технологии с применением гербициды евролайтинг какие вопросы можем пойти поглядеть что-то срок сева по моему 20 28 августа было почему было принято такое решение посевать посеять 28 вообще мы не сторонники раннего посева как бы смещаем на сентябрь там и мухи и лишнее кущения которые нам не сильно нужно вот посмотрели прогноз погоды как бы дожди не предвиделись а влага в поле было и решили посеять норма 2 миллиона небольшая как бы она дальше пойдет и все ну урожайность озимой пшеницы паяровой не сильно уступает остальным предшественникам и с этого года отказались под предшественник озимая там до болезни хотя работаем два раза фунгицидом все равно болезнь проявляет себя поэтому а вот по яровым у нас как бы три основных предшественника подозиму это яровая пшеница твердая именно твердая не мягкая вот нут и лен за последние два года от урожайность в этом году озимая у нас порог вообще нет сорок три с половиной и в том году было 48 с половиной а вы систему питания обозначили здесь припасе да значит смотрите при пассиве применяли сульфомофоз по моему 150 килограмм сейчас надо поглядеть это делаешь 150 килограмм сульфомофоз все все поле посеяно здесь больше 200 гектар удобрение физическом весе на физическом весе до и до всходов до была химпрополка глифосатом отработали убрали под лицу под лицу какие сырники были там ли фасад ну это малой дозы в 500 по моему 1 и 3 еще раз какую глубину посев стараемся и 35 ну это нормально как раз узел кущения закладывается на два сантиметра минимальная сам то что есть но не 2 вы наверно в одном месте поглядели не 2 у меня тоже не получается почему да ну это глубина зависит от регулирую от регулировки регулировать хоть на 10 нет это вообще не проблем вообще не проблем надо просто мы глубину соблюдаем и за этим жестко контролируем это дело нельзя глубиться нет смысла во первых и губить если влага есть посеял от сходу получили какие конечно зваку и присутствует по зимой пшеницы стараемся осенью работать паласом потому что весенние обработки угнетают посевы ну по крайней мере мы так пронаблюдали таких конкретных доказательств нет это все по наблюдениям то что мы до 05 фаза развития учитываете осенью сорняка нет в основном нет в основном ориентируемся на сорняк у нас костер бич чтобы он не пошел в кущение если ну начало кущения если он раскустился там два-три побега то его палас не берет я думаю ни для кого не секрет что нету нормального там сильного гербицида который снимет противозлаковые возимый поэтому мы обращаем именно на фазу развития сорняка чтобы убить а пшеница шила два листа три не имеет значения все равно работает но за костер такое сорняк хитрый так скажем он попозже немного всходит и а зима уже в основном до этого все время так сходило а зимой сюда было в кущении и он попозже туда и с ним очень тяжело бороться он даже бывает туда глубокой осенью когда уже морозы как бы мы уже много думаем работать не работать сработает не сработает потому что и заморозки на она проходит поэтому как бы ну сложный сорняк нам сказать есть его по краям в основном ну тут то же самое в основном это по культурно все в оборотам основном до больше ничего ну или фасад понятно тем работали как бы эффективность на уровне плохого сказать ничего не можем борис виктор еще вообще в зависимости от качества сходов в поздние осенние сроки здесь планируется какие-то подкормки но мы опыта проводили сейчас такие грандиозных широкомасштабного несения не планируем сульфат аммония мы долго испытывали как бы определили для себя минимальную черту 250 килограмм надо внести чтобы увидеть какой-то эффект сульфат аммониум один из самых дорогих удобрений поэтому как бы пока пока только наблюдаем и испытываем пока не могу искать что мы будем тут сульфат аммониум все кормить если не применяют фунгициды тут потом может быть сложности я думаю вы же тут тоже не первый день все работает фунгицид догонку работать это бестолк нужно это все профилактически а вдогонку ну чё там мы по крайней мере вдогонку ничего не видели два раза работаем в основном по предшественнику яровой пшеницы обязательно два раза работу там уж как бы злаковый предшественник а зимы подозимы вот по тем семенные тоже два раза работаем это значит первая обработка у нас когда делаем первый раз химпрополков вхущение добавляем карбин дозим и второй раз работаем по флаговом листу начало калашения мы объединяем обработку инсектицид вместе с фунгицидом и как бы тоже уже сто процентов всю площадь работаем вот эти вот две обработки они по крайней мере последние года понятно что погодные условия по годам разные и качество совсем другое и количество урожая совсем под другой подросло и цвет как бы видно это все кого отвредители тоже смотрим у нас были одни некоторые года когда пойма вам работали краевую а тогда сейчас один раз работаем у нас одно время пилильщик просто это не могли мы с ним ничего придумать что делать а когда сейчас вот начали работать по флаговым листу и в калашения ну получает что мы и пилильщик убираем и черепашку ну там они разные все системным в основном текущая урожайность на сегодняшнее число мы убрали 750 гектар подсолнечника 23 с половиной влажность ни одного дня еще больше восьми не было здесь вот влажность 6 и 7 до 7 процентов но я думаю видеть как пылит гибрид здесь пионеровский 6 в 64 л е 25 это экспресс ну я сейчас у меня есть там вот это в папке мы поленим я вам скажу у меня все есть но больше больше 20 центнер уже в круг ну последние 6 лет больше 20 центнер в круг идем позапрошлый год средняя урожайность по хозяин не средняя урожайность подсолнечника было 22 с половиной когда в районе было 18 норма высева по подсолнечку значит селками точного высева 7 40000 и посевным комплексом и 7 ну вы скажешь так нельзя но мы так с ней делаем как бы посевной комплекс до сплошной посев это как вам сказать безвыходная ситуация но мы как бы выход нашли и нас это устраивает 50000 до 50000 в зависимости от плодородия каждое поле как бы он вот и обратить внимание вот на склоне это тоже наши работают там другое плодородие это там другое звено работает там соответственно норма высева другая здесь побольше понимаете тут так тяжело сказать потому что и если допустим на одном поле поле подошедшая по физической спелости и все сеется понятно что сработает точная селка вот но комплексы у нас сеют там где селка точно все его не посеет это но за счет растительных остатков верхний слой пересушены 3 перевлажненной и селка точно все унисеет поэтому тут как бы безвыходная ситуация мы сеем комплексами преимущество значит смотрите вот какое преимущество ну что мы время экономим и все остальное тут я думаю не надо рассказать вот мы сейчас находимся около михайловки элеватор у нас находится в наванинском районе панфилово вот отсюда если бы нам нужно было на весовую съесть еще плюс 15 километров и от весовой до панфилово еще 72 вот как 30 километров мы сразу выигрываем вот он сейчас напрямую поедет на панфилово вот 30 километров сразу выигрываем ну и соответственно количество камазов это тоже или надо найти 30 километров уже рассчитывать дополнительные камазы количество машин меньше вот ну и комбайны понимаете сейчас они комбайны вот у нас роторные ок эти тором и конечно они производительные 5 комбайнов вот на наш накопитель это иногда если 25 и выше урожайность это много 4 надо вот а есть бывает поля и по 30 сантиметров там очередь стоит около накопителя конечно накопитель только на дороге он ездит переезжает в другую загонку накопитель только до с краю стоит нет но накопитель с краю по дороге стоит на поле машину только на дороге на что делаете валяете катками как я или по стерне по солнечко все эти силки да мы подобрали специальный пассивный комплекс который именно сеют по стерне без всякого забивания у меня протыкается все колеса даже в круче аннели от стерни и мы решили в а потом катками знаете насчет пробивания и я вообще не могу ничего сказать у нас мы не пробивали у нас одного прокол я понял был у нас а пануту вот жесткая стерня пануту прокалывали а тут понимаете вы это я просто знаю у нас вот там в наванецком районе у них буду это стебли не будут стебли толще у них есть сложность у нас они такие толстые стебли и у нас все за зиму они там подгнивает там что-то я не ломается но редко когда у нас что-то забивается мы борго 7 прям элементарно делается чтобы не ломаться вопрос другом то есть вы бункер накопитель использовать как весовую весовую ну и не бункер накопитель просто весовая стоит на краю поле он на кафе не надо он накапливает и вот к грузит вон эти команды они уже грузятся и уже идут напрямую а может и камаз подъехать загрузится это не проблема на краю поле до этого и чтобы не ехать на весовую тоже это не бункер не функции бункера накопителя выгружать комбайн на ходу главное не мы на ходу не выгружаем морда я лично комбайне молотил и выгружал на ходу любую культуру клянусь тебе да я сам бункерами работаю знаю что такое ремонтирую редуктора по сегодняшним временам ну да насчет этого ремонта дорогой мы на ходу не выгружаем сразу то что видели там в аргентине да на ходу у нас нет вот они стоят данное поле где подсум представлен подсолнечко в наутиле с 2015 года поэтому можно поглядеть у нас уже в этом году когда мы сеяли азимы были сложности и мы не стали сеять дисковыми сеялками из того что растительных остатков уже накопилось только не заделывает семена в почву а именно в солому поэтому сейчас тут анкерами 7 с одной стороны да сейчас виктор корней скажешь так нельзя делать но мы анкерами до 7 л и 25 пионеровский п-64 л я не система 2 действует почему вы не сеете азимы пшеницы или я понял не не будет не будет здесь влаги выше крыши не согласен есть на 8 все еще силидры и сегодня так убираем ну такая у нас тут технология я поняла вот я думаю у вас у вас по-другому там повороте желаю во-первых вас какие почвы да да вообще климатические условия да но мы так и поняли что да я думаю заценили как по поле практически поле чистое отработанное мы работали экспрессом и потом противозваком работали разница в урожайности точно выйти и сплошного но я уже говорил как бы они эти сеялки применяются в разных условиях просто они друг друга дополняют понимаете если почва поспел и поле сеется мы сеем только сеялкой точного высева а посевной комплекс это просто производство необходимость потому что сеть ну может быть перевлажненный вверх нему нему да может быть до сроки вот уходит надо поэтому а так у нас упор все на точно сев это проводили конечно сел к точного высева дает больше урожай при одних же условия при одной же норме высева вы попробуйте заложить при 1 1 1 1 норма вы же на комплексе добавили не знаю у нас сел к точно вы сюда и больше чем посевной ком одному экземпляру представлен каждого посевного комплекса мы посмотрим и какие вопросы там будут я отвечу и расскажем вот ну тут первое сел ксзс мы ее используем она тоже переделана она была раньше с лапкой сейчас мы ее переделали мы закладываем демонстрации индивидуальные там по ну по всем культурам кроме подсолнечника вот ну памятник не памятник это рабочая вот ведь мы и модернизировали катки поставили резиновые чтобы эффективно было вот дальше сел к моносем который тоже модернизировал модернизировали гелиопакси это две селки были навесные сейчас они прицепные сделали повесили на сцепку вот и поставили колтеры связи с тем что перешли на наутил необходимо было колтер поставить поэтому подка у каждого стоит колтер вот да все просто работает в сцепке с трактором 1523 работали 1221 но 1221 если поля ровный да он нормально если там склоны то начинает он все вытягивает только греется скорость на 7 подсолнечка 6 редко до 8 в основном 67 на на селке моносем все это скорость 6 километров в час вот дальше джулия дисковая селка можно будет поглядеть там одну секцию разобрали что там внутри вот вот то что вы говорили селки точно высева как бы основной упор на них но когда почва не подходит не идет там и 7 посевным комплексом вот основная нагрузка на данный момент по села пропашных это конечно селку джулия здесь скорости мы уже в районе 9 10 она работает на качество не влияет вот и выработка в районе 100 гектар за смену как бы но как я не знаю там я не в курсе но производитель говорит что нам какой-то экземпляр достался удачный некоторые мучаются у нас тут у них никаких проблем как бы с ней не было я там по электронике это были проблемы у нас работает вот агрегатируем с трактором бюллер последние два года 2400 а так 2375 тоже с ней работает в этом году она отработала достаточно неплохо единственное за исключением это было согнуто 3 высевающих диск соответственно произведена замена вместе с дисками уплотнением то есть это как бы проблема существует небольшая но к сожалению она присутствует но в процессе как бы я считаю зато тот объем который она выполнила в этом году я считаю как бы это достаточно небольшие поломки но они встречаются к сожалению и пока как бы точного ответа за счет чего это происходит не получено но про и проведя мероприятие по собственно говоря дополнительному обслуживание данного агрегата как бы в дальнейшем во второй половине все удалось избежать таких поломок за смену 100 гектар за смит плюс минус за смену 200 гектар за суд вот в этой селке есть возможность на вне бункера двухсекционный можно семена и удобрения засыпать бункера но мы семена все-таки засыпаем в секции отдельно там есть датчик специально она подает но мы на счет этих трубопровод рванет и все это как бы много семян потеряется семена сейчас дорогие поэтому мы посекционно сыпем и семена в бункер не засыпаем а удобрения туда засыпаем вот внимание удобрения мы всегда уносим в рядок вместе с семенами удобрения здесь обратите внимание левее и глубже можно внести как надо по технологии здесь разница в районе четырех-пяти сантиметров рядом с рядком семян да и глубже регулируется глубина до туков отдельно поэтому тут можно и вот можно обратить внимание тут есть такие вот резиновые штучки как бы ну амортизатор как амортизатор очень как бы полезная штука обычно под подсолнечник что идет из изобрения но мама это амафос носим до 8 120 от 80 до 120 килограмм вот сейчас на данный момент да это селка уже на хранение поставили если кого-то секции интересует вот можно поглядеть на каждой секции отдельная подушка воздушная которая накачивается да я забыл указать что трактор должен быть с компрессором чтобы накачивать вот она сейчас не накачанная подушка за счет вот этой подушки на амортизирует подушка имеет давление на секцию или нет алексей николаевич подушкой для давления на селе на секцию имеет лично конечно подушка в этой системы как бы специально для раздела для того чтобы на каждую секцию создавать определенное давление то из давления на сектор может составлять до 250 килограмм то есть это все регулируется с помощью раз редуктора на компрессоре и собственно говоря мы на каждую секцию подается одинаковое давление и за счет как бы это происходит и копирование рельефа да и собственно говоря создается необходимое давление для того чтобы заделать семена на нужную глубину то есть индивидуально на каждую секцию ну кроме давления вы понимаете что там еще регулировка зали чтобы глубину поставить не просто под давление поэтому там это скрупулезные вещи сзади катки обрушивающие которые тоже немаловажную роль создают зацените значит от харди это давно у нас купленный может посмотреть какое качество до сих пор осталось ничего не поломано работаем до самоходников у нас самоходник представлен только туманами у нас вот значит харди командор а то докупили сателлит это рассель машевский большого большой работу он не выполняет но когда необходимо там бывает там погодные условия счетом какие-то всякие усилить необходимо выработку вот мы его добавляем работает неплохо там некоторые вещи такие подсветки есть форсунок как бы удобная штука но широко мы не пользуемся именно да на усиление а вот туманы у нас широко используется но у них большие выработки вот на них работаем как бы универсальные маневренные еди 4 единственное то что как бы открыли у них это не копируется вот карди конечно это совсем по-другому вот здесь вот ну и туман и весной мы используем на широкой резине как разбрасывали весной они разбрасывают потом мы их переоборудование на опрыскание не опрыск даже поначалу может быть даже не меняем резину идем ли фасадом работаем там под подсолнечко ли по одну поля чистим вот они на широкой резине работают не мы под подсолнечко подсолнечко еще не посеянной поля ли фасадом до ли фасадом весной чистим поля чтобы сорняк не высосал трактором сейчас перейдем если это по тракторам значит давайте расскажу у нас мтз 1221 12 штук 1523 6 штук вот четыре тумана вот и дальше у нас бюлера 2375 и 224 202 штука вот они валились или прям изначальный в сфере последних событий не мы изначально у нас первые два трактора у нас был 2375 вот там 770 номер это первый джон дир вот стоит девят джон дир не понравился не джон дир джон дир ну вот мое такое мнение это один из лучших тракторов по которому вот мы за счет всех этих понижений повлажненных мест он все засевает только джон дир бюллер закапывается там этот ну грубо говоря как лягушонок нас раз прошел у него за счет своей коробки автоматической вот джон дир вот у нас ну как бережем сейчас понятно с запчастями тяжело поэтому его только на себе используем 8810 модернизированные вот представлен с трактором 2375 и можно поглядеть что те стойки которые бы барнаульский завод нам изготовил вот поглядите там до лото сам анкер 12 миллиметров вот мы тоже подбирали эту по ширину и за счет за счет вот этой узкой вот он работает вот можно поглядеть значит здесь двуплечье стоит каток который вот сейчас мы в амбар сели а есть узкие вот за это если хотят не если хотите проходить и поглядите вот стоят узкие катки вот два вида можно использовать двуплечье и узкие двуплечье чтобы держать больше глубину ту весной мы используем по яру сием с узким катками по лоб жнут тоже сеем широкие в основном в амбар сием вот видите даже грузами подставили иногда не хватает чтобы равномерно выдерживал добавили грузу груза добавили чтобы равномерно все было поэтому этот комплекс тоже давно у нас один из первых поэтому можно я думаю заценить какое качество эксплуатации я как бы видел у некоторых по-другому немножко а у том что разрезной диск ровный это плюс или минус да вот тут мы много подбирали там много видов было там волна такая там я уж не помню сколько 6 миллиметров 12 по-моему было много было всяких под углом вот этот прорезь там не прорезь там разные были направления этих волн вот ну остановились вот на гладком землями почву меньше пристает это ну не знаю так вот мы определились но испытывали много отзыв какой пока на данный момент то все хорошо он мы даже и млен пробовались не пробовали осеяли очень хорошо у него первых вот обратить внимание сектор по регулировке глубины очень большой можно подобрать домой сколько нужно и на это потом значит у него есть можно давлением ну допустим поле жесткая добавила по мягче убавил но на данный момент мы ничего не про него плохого не не можем сказать если была возможность могу еще взяли один день чем это однозначно да однозначно здесь еще 15 метров ширина захвата сейчас я думаю для всех актуально вопрос это мест не скорость всего людской фактор не хватает механизаторов до выработка вот понятно что не везде можно использовать 15 метров где там промоины склоны но для этого есть 12 метровый а так да не понятно что мы для них отводим поля более с большой площадью более ровные в этом году вот они сеяли осенью тоже в районе 100 гектара не делали за смену но плюс минус до 11 они происходят и когда вы да все вы правильно когда насчет выбрызывать мы сбавляем до 9 от 9 до 11 вы 7 но жестко если поле да все это все по ситуации в поле которая складывается если выбрызывает как вы говорите почву раскидывает понятно все сбавляем подсолнечнику не работает подсолнечник вот где мы смотрели поле тон сел он поле сел и по подсолнечку по предшественнику да я понял по предшественнику нет не измельчаем сеем и проходит палки да но я вам пояснил у нас как бы потоньше они если там на ванинском районе тоже самое или паксу не забивается у нас проходит пограничными да как на у нас в него в его сторону плохого как бы ничего не скажешь так ну и последнее то что мы покупали это жерарди вот но в аргентине мы видели она работает там а у них в основном они работают у нас она так и не пошла в других арик тоже не пошла и мы это объяснить не можем ну и сама нету равномерности заделки семян абсолютно так она можно врезать в асфальт но равномерности перед задний ряд и передние вообще не не вообще невозможно глубину настроить и приезжали сами аргентинцы развели руками ну чё не чё тут не так рама другая легче там не ну пусть нам объяснят никто ничего не мог объяснить и на стране настраиваться нет равномерность заделки вы противник монодиска да я не противник монодиска я прозвали что вот вот вода диска мы им работали нормально работал сейчас стоит как самолет может быть это сейчас после его время уходит не за не заделывать семена не прорезает и растить насадка который сейчас уже накопились и получает семена в салоне надо в почву